Всем привет, друзья! С вами Дмитрий Калинин. Мне всегда было интересно, почему многие выбирают огромные смартфоны. Я даже написал в своем твиттере, что часто вижу красивых стройных девушек с огромными планшетофонами в руках. И задаю безмолвный вопрос. Но почему не айфончик? Чтобы найти ответ на этот вопрос, я наконец-то смог достать HTC Desire 816, за что благодарю компанию HTC России и ProVision Communications. Сегодня я поделюсь первыми впечатлениями от смартфона. И как обычно, вместе с вами запущу его. Поехали! Пока я не включил смартфон, поделюсь первыми впечатлениями. Когда я впервые взял его в руки, он мне показался просто огромным. Но уже через несколько минут рука привыкла к габаритам. Все циферки я расскажу в следующем видео, когда сделаю полноценный обзор. Сейчас же я говорю только про эмоциональное восприятие. На что я еще сразу же обратил внимание. Смартфон кажется очень тонким и легким. Законы физики еще никто не отменял, ведь чем больше площадь, тем меньше давление. Перевернув смартфон, мне на секунду показалось, что я держу в руках iPhone 5C, такой переросток. Задняя крышка глянцевая и точь-в-точь похожа на пластик от iPhone 5C. Да и смещенная влево камера усиливала это впечатление. Это как-то не по-HTC-шному. Мы привыкли за последнее время, что камера расположена посередине. Хотя я напомню, что три года назад у меня был Incredible S, у которого камера как раз была смещена влево. Вас, наверное, заинтересовала полоска по всему контуру? Меня так точно. К счастью, этот смартфон чужой, и мне его дали на обзоры, а не на краш-тесты. Иначе бы я попытался снять заднюю крышку. Сейчас вы увидите, что она снимается. Видите, она отстегивается. Но наверняка это можно сделать без ущерба телефону только в сервисных центрах HTC. Я так думаю, что если со временем поцарапать глянцевую крышку, или она от падения треснет, то не будет никаких проблем заменить ее. Посмотрите, динамики и грани сделаны как единое целое. И пластик здесь уже не глянцевый, а матовый. Смартфон выполнен как колыбелька, в которую вставлена начинка и сверху закрыта дисплеем. Все датчики и индикаторы спрятаны на верхней полоске. Я их разглядел на ярком солнце, когда открутил смартфон в руках. Все датчики находятся вот здесь. Очень стильно смартфон выглядит спереди. Симметричные полоски динамиков сверху и снизу, красивые отверстия и глазок селфи-камеры. Все это выглядит просто великолепно. Хотя, про мое личное отношение к надписи HTC вы, наверное, уже знаете, я не буду повторять. Удивительно, но несмотря на то, что корпус глянцевый, смартфон вообще не скользит в руке. И если его зажать между ухом и плечом, то разговаривать без рук будет очень удобно. Создается такое впечатление надежности, что ни за что не выронешь. Кнопка питания и кнопка качелька громкости находятся на левом боку. Я пока не пробовал, удобно ли ими пользоваться, но в следующем видео я обязательно расскажу про это, когда попользуюсь несколько дней. Пока кнопка вроде бы ложится точно под палец. Ну, наверное, уже хватит болтовни. Давайте я уже включу его. Этот аппарат двухсимочный, причем сим-карты формата nanoSIM. И мне пришлось специально идти в офис МТС и Мегафон, для того, чтобы купить тестовые симки. На правом торце есть специальная заглушка, отстегнув которую, видны слоты для обеих сим-карт и дополнительные карты памяти формата SD. Давайте посмотрим, как вставлять симки. Тут нарисовано, что скошенным углом вниз, значит, контактами вверх. Кстати, посмотрите, одна симка работает только в 2G, а вторая работает как в 2G, так и в 3G. Жалко, что в двухсимочной версии аппарата нет 4G. Я специально купил симкой с поддержкой 4G. Давайте вставим сим-карты. В первый слот я вставлю сим-карту Мегафон, контактами вверх. Вставлять очень неудобно, хотя я думаю, что девушкам с ногтями будет очень удобно вставлять. Я же воспользуюсь карточкой от сим-карты. Так, до щелчка. Все, вставил. Во второй слот я вставлю сим-карту МТС. Нано-сим-карты МТС. Тоже с поддержкой 4G, но, как я уже сказал, в этом аппарате нет 4G, к сожалению. Вставляем контактами вверх, и я опять воспользуюсь карточкой. Для удобства. Все, сим-карты вставлены. Я закрываю заглушку. Хорошо, что она сделана несъемная, вот на таком хвостике, чтобы не потеряться. Вставляем. Ну что, теперь запускаем смартфон. Я его включаю впервые, вместе с вами. Поехали. Была вибрация. Приветственная надпись HTC. Но экран мне пока нравится. Вот смотрите, как быстро запустилось. Хочу сказать, что здесь экран не Full HD. Здесь просто обычный HD, то есть 720p. Ага. Вот, у нас идет первое включение. Выбираем язык, естественно, русский. Так, русский. Продолжить. Настроить. Так, слот 2. Оператор МТС. МТС. Далее. Задать предпочтительную сеть. В первом слоте симка мегафона, во втором слоте симка МТС. Ну, я специально поставил симку мегафона, как основную, чтобы она была в первом слоте. Все, оставляем по умолчанию. Далее. Использовать мобильный интернет, если Wi-Fi сеть недоступна, не будем, чтобы лишний раз на деньги не влетать. Я сейчас введу свою домашнюю сеть. Где она у меня? Вот. Вводим пароль. Итак, я ввел пароль. Подключаюсь к Wi-Fi сети к своей. Довольно быстро все подключилось. Хорошо. Нажимаем далее. Добавление аккаунта Google. Есть ли у вас аккаунт Google? Да, конечно. Электронная почта. Итак, я ввел свой логин и пароль. Нажимаем далее. Выполняя вход, вы принимаете условия использования и политику конфиденциальности от Google. Ну да, конечно, я согласен. Сейчас происходит вход в систему. Восстановление и резервное копирование. Не буду делать на этом телефоне. Место положения. Но это может пригодиться для работы Google Now. И я не хочу получать новостную рассылку. Так, поехали дальше. Компания HTC благодарит меня за покупку устройства и говорит о том, что я имею право на 50 гигабайт бесплатной памяти в Google Диск. Ну, давайте пропустим это. Далее. Сервис HTC начало работы. Тут он нам предлагает обучиться работать с телефоном. Но мы-то все хорошо знаем телефоны HTC, поэтому мы пропускаем это. Дальше. Я могу передать все данные из своего предыдущего телефона. Я пропускаю этот пункт, но вы спокойно можете восстановить все из службы HTC архивации или просто импортировать данные из старого телефона. Я пропускаю. Так, автосинхронизацию я обычно выключаю, потому что она не нужна. Нажимаем далее. Имя телефона оставим по умолчанию. Так, он говорит, что HTC служба архивации. Устройство содержит два бесплатных приложения. Ежедневно архивация мне не нужна. Поехали дальше. Так, помогите улучшить телефоны HTC. Они и так прекрасны, я не буду помогать. Смотрите, как интересно. Это устройство тестовое, поэтому сообщить HTC всегда включена принудительно. Как я уже сказал, что этот телефон мне предоставила компания HTC, поэтому вы видите здесь надпись, что это устройство тестовое. Если же вы купите коммерческий образец, то у вас никаких сообщений таких не будет. Можете не бояться. Итак, пропускаем, завершить. Идет запуск. Я уже вижу свой любимый Sense 6 стандартный. Это очень радует, что не приходится переучиваться на какую-то другую оболочку. Видимо, запускается BlinkFit. Да. При первом включении всегда все немножко долго. Давайте проверим на тормоза. BlinkFit листается без всяких тормозов. Здесь все тоже прекрасно. Ну, как вы знаете, оболочка Sense – это одна из лучших оболочек для Android, которые славятся тем, что не тормозит. Давайте поставим сюда уже часы. Для этого нужно сделать первый экран как главный. Появляются часы. Все. Система сразу же определила, что я нахожусь во Владимире и выдала мне погоду. Кстати, что там у нас? Проливные дожди. Как обычно на выходные. Экран мне пока нравится. Все видно и читается хорошо. Хотя сразу же заметно, что это не Full HD. Ну, возможно, я просто избалован отличными экранами. Но не нужно забывать, что HTC Desire 816 – это не топовый смартфон, а фаблик среднего класса. Но все равно как-то разочаровывают широкие рамки. Тут, наверное, можно бы вставить даже 5,9-дюймовый экран. Радует, что на смартфоне установлен привычный Sense 6. Я думаю, не будет никаких проблем с привыканием. Давайте посмотрим версию Android. Версия ПО. Версия Android 4.4.2. Кстати, у меня есть хорошая и плохая новость всем владельцам HTC Desire 816. С какой начать? Ну, давайте начну с плохой. Обновления до Android 4.4.3 или 4.4.4 не будет. А теперь хорошая новость. В новогодние праздники наш малыш получит Android L. И на этой оптимистической ноте, я заканчиваю это видео, напоминаю, что это первое включение и подробно о самом смартфоне я расскажу чуть позже, когда попользуюсь несколько дней. Поэтому не стесняйтесь ставить большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и следите за новостями в моем твиттере. На этом всем спасибо за внимание. Ждем полного обзора. Удачи нам всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok